Давай разберемся. Сколько стоит чашка кофе? Три кобейки. Чашка кофе – это три билетика на трамвай, два пакета молока или пачка презервативов. Это что, дорого? Нет. Таким образом, у нас получается три варианта. Первый – он нищий. Совсем. Но это вряд ли, потому что времена не те, сегодня даже у пятиклассника обычно есть в кармане сумма на пару чашек этого самого кофе. Второй – он безумно жаден. Ему действительно невмоготу потратить эту ничтожную сумму. Это тоже вряд ли, редкая патология. И, наконец, третий самый распространенный вариант – он тебя проверяет. Чашка кофе – прямо альфа и омега жена ненавистников. Это тест на меркантильную бабу, о котором они пишут во всех статьях. Гони его сразу, не пачкай руки. И говорит тебе, что это то самое равноправие, за которое мы боролись. В сказке бабы Фисы это – они равноправие. Нас всех и тебя, и его, воспитывали иначе, кавалер приглашает барышню и угощает. А барышня старается ограничиться той самой чашечкой кофе, чтобы не поставить в неловкое положение кавалера. Мы не можем мгновенно сменить парадигму. Эти социальные игры нам понятны, а какие-то другие – пока не очень. Впрочем, если хочешь дать ему шанс, спроси его о детях. Да, это очень хороший вопрос. Звучит так, как долго ты собираешься находиться в отпуске по уходу за ребенком. Если выпучит глаза и просипит что-то про женское предназначение, уточни еще раз, что он там бубнил про равноправие. Интересно, как этот жлоб будет выкручиваться. Как распознать жадного мужчину? Это проявление жадности не имеет никакого отношения к тебе, но не обращать себе дороже. Чаевые – это всего лишь 10-15% от суммы счета, ни о чем говорить, если вы не прогуляли половину зарплаты, конечно. Что тут сэкономишь? Ничего. Значит, дело не в экономии, а в том, что его душит жаба. Он же прекрасно знает, что чаевые – солидная часть заработка официантов. Речь не идет о цветах и подарках, речь идет о еде и напитках. Да-да, именно так. Если ты приглашаешь мужчину на ужин, а он является без бутылки вина и коробки пирожных, пусть дома доширок лопает. Потому что ты потратила деньги и время на то, чтобы его вкусно накормить. Да, но ведь он должен угощать тебя в ресторане, так что все справедливо, да? Нет. Потому что в ресторан вы сходите пару раз, а ужинать у тебя он будет постоянно. Сама знаешь, что так оно и будет. А это самые замечательные подарки. Дорогая, вот тебе пятилитровая бутылка Джонни Уокера. Ты рада? Вот и прекрасно, а то мне нечего выпить у тебя после работы. Что тут скажешь? Спасибо, что не сапоги для рыбалки преподнес. А ведь мог бы. Если ты все-таки связалась с Жадобой и вы уже живете вместе, присмотрись к тому, как он делит ваши совместные расходы. Недавно все соцсети облетела история о мальчике, который предложил девочке пожить вместе и разделить стоимость аренды квартиры пополам. Девочка честно отдавала свою половину, пока не узнала, что квартира принадлежит мальчику. Это жадность в неоперабельной стадии, конечно, поэтому редко встречается. Обычно все проще, вы оплачиваете счеты пополам, вместе покупаете продукты, а оставшиеся каждый тратит на себя, это очень удобно, правда. Но если готовишь ты, то недостающие ингредиенты ты покупаешь на свои. Ты же женщина, ты лучше знаешь, чем лечить больных, сбегай в аптеку, а? Вуаля, лекарства ты тоже покупаешь на свои. Тебе нужна чистота в доме. Чистящие средства на тебе. Тебе нужна всякая мелкая утварь и техника, облегчающая быт. Опять твои расходы. И, наконец, ему хочется, чтобы рядом с ним была красивая женщина, и ты тратишься на наряды и косметику. А он только на свои собственные хотелки. И это называется делить бюджет по-честному. Ну-ну. Женский труд, обычный бытовой труд, который принято не замечать, несколько раз пробовали оценить с точки зрения рыночных отношений. И выяснилось, что 90% мужчин на планете в принципе не могут позволить себе жену. Денег нет, чтобы оплачивать все ее услуги, работу горничной, работу повара, работу няни, работу личного психолога, стилиста и массажиста. Дорогие удовольствия, знаете ли. Но вроде нехорошо как-то говорить о деньгах, ведь это любовь и забота. Ну да, конечно. Любовь и забота, в том случае, если вы ведете домашнее хозяйство вместе. Либо если он оплачивает покупку современной техники и услуги домработницы, когда речь идет о действительно тяжелой и грязной работе. А если ты до сих пор моешь посуду руками, о чем тут вообще говорить? Тут в общем комментарии излишни. Ты взрослый человек и вправе распоряжаться деньгами так, как считаешь нужным. Да, даже если ты, домохозяйка и тратишь деньги, которые заработал он. Возвращаемся к предыдущему пункту, он тебе уже заплатил за ежедневные ужины, стирку, уборку и вечерний психоанализ. Нет? Тогда с какой стати ты еще и бухучет вести должна? Может еще налоги ему заплатить? Как понять, что мужчина жадный? Прочувствованная песня о духовном богатстве, которая якобы единственный путь к счастью, это любимая тема всех жаден. И доля истины в этом есть. Деньги сами по себе, это не счастье. Счастье – это комфортная жизнь. Возможность жить отдельно, а не ютиться в одной квартире с родителями, проводить отпуск на море, а не на даче, покупать одежду, потому что хочется, а не потому, что носить нечего, рожать детей, если хочется, и не высчитывать, можешь ли ты себе это позволить. Вот это счастье. Которое без денег невозможно никак. Так что если он льет тебе в уши сиропчик про то, что деньги не главное, попрощайся с ним сразу. Сэкономишь время и нервы. И деньги тоже, кстати.